МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По статистике, 40% женщин считают лысых мужчин сексуальными. Бытует мнение, что лысые мужчины не только привлекательны, но и отличаются незаурядным интеллектом. Нет пониженного внимания. Нету. Эзотерики утверждают, что такие мужчины могут дать большой заряд сексуальной энергии даже тем женщинам, которые просто с ними общаются. Сексопатологи объясняют, что женщины, которым нравятся лысые мужчины, или хотя бы с небольшими залысинами, внутренне рассчитывают ни сколько на страстного любовника, сколько на спутника жизни. Раньше было такое выражение – что, я лысый, что ли? Для всех одно, а для меня что, я лысый, что ли? Раньше было другое отношение. Раньше было такое, скажем, лысейшее, значит, стареющее. Девушкам не нравились пузатые, лысые мужчины. А вот где-то, начиная все-таки с 90-х годов, тогда в моду вошли бритые мужчины, и часто это бритвы становились успешными, богатыми, сильными, интересными, тогда пошла другая мода. И сейчас пошел такой тренд именно лысых мужчин, начиная где-то с 90-х годов, ну, 2000-х. И «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. Да. И мужественный Джейсон Стетхам. Я не идеал, но могла бы и подождать. Я этого стоил. Актер и режиссер Федор Бондарчук. Российский актер кино Гоша Куценко, который стал знаменит благодаря оригинальной стрижке. Сложилась профессиональная судьба актера театрального. И все 90-е годы я плыл в потоке противоречий. До успешной звездности Куценко долго экспериментировал со стрижками, пока не остановился на стрижке под ноль. Сегодня актер называют секс-символом и брутальным мачо. В оценках социума отношение к мужчине, одетому в костюм галстук, имеющему респектабельные залысины, является своеобразным последовательным индикатором благополучного положения в обществе. И совершенно не обязательно иметь роскошную шевелюру, чтобы человека воспринимали как надежного, рассудительного и значимого партнера. С точки зрения науки, с точки зрения психологии, ну, скажем так, нет пониженного внимания. Нету. А есть нормальное внимание, как любому другому интересному мужчине. То есть мы просто не лысиме, а в других вещах. Можно не верить слухам, но статистика наука точная. По разным данным, лысых мужчин считают привлекательными около 40% женщин. Это же больше трети. Причем имеется в виду не только и нисколько бритая безволосая голова, но и по большей части естественная плешь. Чем же она так привлекательна? Ген лысости есть только у мужчин. Для того, чтобы женщина начала лысеть, там должна быть состязать двух хромосом. Ну, не будем объяснять, что к чему и как. Тогда женщина начинает лысеть. Поэтому, в первую очередь, это признак мужественности. Ну, мужественности такое, да? Вторая вещь, о которой надо поговорить, то, что действительно завязан гормональный фон. Более четкая, прямая закономерность, подтвержденная многими исследованиями. Лысейщие мужчины, у них более высокий уровень тестостерона, мужского гормона. Но женщинам нравится мужской гормон. Они часто более энергичные, более сексуальные, более, скажем так, прилипчивые. Они, как ни странно, более любвеобильные, более ласковые часто бывают. То есть они более сексуальные. С точки зрения биологической, тестостеронной, больше хотят. Просто тестостерон знают и понимают все, но в несколько иной связи. Чем больше в мужчине тестостерона, тем он больше мужчина, тем он, то бишь, сексуальней. Может, женщине и чуждо понятие категорического силогизма, но умозаключение на основе двух посылок она сделать способна. Раз ты лысый, значит, у тебя много тестостерона, значит, ты хороший любовник. И неважно, насколько такой вывод верен, но он явно по нраву женщинам. Как это ни странно, к вопросу лысейших мужчин, ассоциации играют огромную роль в нашей жизни. И часто женщин, лысая голова, ассоциируется с мужскими первичными признаками, назовем это так, далеко. Это с одной стороны, а с другой стороны с головкой маленького ребенка лысенького тоже. Вот два сочетания, с одной стороны, первичный мужской признак, да, а с другой стороны маленький ребенок. И это вызывает у многих женщин признаки умиления, внимания, интереса сексуального. В глазах многих женщин лысый мужчина – это лишенный страхов и комплексов человек. Ведь, заметив у себя признаки облысения, он не побежал в клинику по пересадке волос и не поспешил приобрести себе шиньон. Он либо гордо и смело носит на себе эту плеш, либо полностью удаляет оставшиеся волосы, демонстрируя тем самым явную решительность и волю. Лысый, нарекаченный тестостероном, качок, уверенный по жизни, имеющий деньги. Женщинам нравится уверенный, сильный мужчина, да? А если он лысый и комплексует, кому он нужен? Поэтому чаще, все-таки, несмотря на повышенный уровень тестостерона, человек более уверен, лысый. Он может и некрасивый, но он себя ведет более уверенно, более маскулинно. И это многим женщинам нравится. И лысый часто это признак мужественности, мускулинности и привлекает женщинам, кому нравится им на мужчины. Брутальные, часто она грани такие. Кстати, сами мужчины тоже начали осознавать, что лысина придает их внешности некоторую изысканность. Получается, что сегодня действительно в моде стрижка под ноль. Правда, ее все-таки выбирают мужчины с уже наметившимся за лысинами. И, дорогие мужчины, если у вас начали выпадать волосы, никакими средствами уже это не остановишь. Я вспомнил свои 25 лет, когда начал лысеть первые так признаки. Как ни странно, да. И тогда я покупал, помню, как это применял. И смотрел, как это, как это мои заезды, как они влияют. И очень расстрелился, когда они не влияли. Но это не влияло на его поведение. Но все-таки хотелось выглядеть. Большинство этих средств, они дают результаты, потому что все в генетике. Они чуть-чуть приостанавливают. И все, что они дают, это психологический эффект плацебо. Реальные средства для выпадения волос, они на основе гормона. Шеверского гормона, который уменьшает тестостерон в этой конкретной области. И это уменьшает выпадение. Но это часто плохо влияет на весь остальной гормональной формы. Кстати, в Киеве и в Москве существуют клубы лысых мужчин. Сейчас, куда ни глянь, повсюду одни лысые банкиры и чиновники, продюсеры, строители. Это мой имидж, это мой стиль. Добро пожаловать в клуб брутальных мужчин. Продюсеры, лысые мужики. Слышь, братан, это тебе не хухры-мухры. Лысые, лысые мужики. Мало того, что красивые, но еще и сильные.